Девушки отдыхают 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 И тогда бывает, либо она попробует от каждой порции, еще и побьет, бывает, там, вино, бывает, вот, как бы, чтобы хозяеву было не обидно, а собой насытился, и, может быть, чтобы незаметно, вот, или всегда это огонь из порций. Затем, ну, это за пределами русской сказки, русской сказки, это, в общем, как-то не очень распространено, собственно говоря, я, как-то, только вот в толстовской версии «Три медведя», она еще по очереди укладывается на каждую из постелей, которые там есть. Для европейской сказки достаточно распространено, когда вот, вроде, ложится на каждую постель, иногда и засыпает, но, если помните «Белоснежку», то вот этот сюжет там очень, так сказать, да, появляются хозяева, да, простите, она прячется, как правило, прячется после того, как она подела, после того, как она полежала, она прячется, как правило, за пищевую. Иногда в подвал, но при этом печь тоже не буривает, потому что она, ну, из печки достает еду, а потом прячется в подвал, ну, это один вариант. В другом варианте она из печки достает горячую воду и прибирается в этой избе. Вообще, бывает, что прибирается. Вот, потом, или в какую-то, вообще, отдельную комнату, прячется обязательно. Появляются хозяева. Хозяева обычно разбойники. Или они, в сказке, бывают названы богатыри. Их никогда один, всегда, либо двое, либо много. Двенадцать, либо число не названо. Они обнаруживают, что у них кто-то есть, либо был по еде, которую тронули, или попробовали, или съели, когда сами собираются есть. Либо, вот, после мятой постели, либо, наконец, еще есть один случай, когда они подъезжают, они с собаками, и собаки, я чую, что кто-то есть. Они ее ищут, часто, безуспешно. Они не могут ее найти, ну, или находят, это вариативно, так скажем. Ну, вот, когда они ее не могут найти, или даже, когда они ее не пытаются искать, они сразу ее начинают выкликать. Вот, и так, следующим образом. Что, вот, кто ты человек, если ты, если ты молодая девушка, будь нам сестрицей, если ты старая женщина, будь нам матерью, если ты старый, так сказать, старик, то будь нам отец, если ты молодой человек, будь нам брат. Вот такое, как бы это сказать, приглашение к родству, что ли, если угодно. Ну, вот, она, на это она реагирует, она выходит, и они ее, и даже, когда они не выкликают, они ее просто обнаруживают, они ее называют сестрицей. Пронежь себя договариваются, что они ее никогда не обидят, ни за что. Вот, более того, даже говорят, что если она помрет, мы все помрет, когда поубиваем друг друга. Более того, они дают такой зарок, что они будут ее во всем служиться. И вот, вообще, Бог нам послал хозяйку, да, вот так далее. Этот эпизод, он встроен обычно в сюжет о гонимой девушке, ну, или о ребенке, гонимой мачехой, или девушке, спасающейся от преследования, иногда лицестуарных преследований, или оклеветанных, или, или, так сказать, в том числе, которые получают убить. Отец, перед которым оклеветали девушку, поручает сыну, то есть брату девушки, убить ее. Тот жалеет, убивает собаку, отцу приносит сердце собаке, ну, сходный эпизод есть, опять-таки, Белоснежка. Да вот, и, наконец, он, да, и, значит, она вот ходит там по лесу. Этот, дальнейшее, это вот она живет там, как правило, в русской сказке, никто из этих самых братьев, которым она стала сестрицей, не становится ее мужем. Хотя в европейской сказке бывает всякое, более широкое, как в сказочном контексте, не становится ее мужем. Обычно появляется потом какой-то принцип, который ее, значит, вот, увозит там, ну, и так далее. Да, ну, в сказке, то есть, свое сюжетное развитие дела, в общем, не будет. В том же контексте, то есть на том же самом, в той же морфологической позиции этого сюжета, встречается еще один сюжет, ну, такой интересный. Девушка эта ходит по лесу, и вся она оборвалась, потому что полый лес густой, по всей видимости, много колючих, и в конечном счете она остается голая. По этой причине она ночует, забравшись на дерево. Заблудившийся охотник, конечно, принц, государь, князь и так далее, со своими собаками собирается ночевать под этим деревом. Собаки обнаруживают голую девицу, спящую на дереве. Ну, собаки обнаруживают, он ее видит, и, в общем, как-то удивлен. Вот такая странная вещь. Тогда уже тоже выкликает вот ровно таким же образом, кто ты такой человек, да мне и так далее. Она говорит, я, говорит, вот такая-то, но мне невозможно было спуститься, потому что я голый совсем. Оставьте мне одежду. Ей, он оставляет, либо свой костюм, либо плащ, либо еще что-нибудь, она путается, вот потом она ее умоет, вытворяется, и так далее. И так считаешь, если же это, значит, исполняет нормальным образом. Должен сразу сказать, что вот эти вот, ну, как бы, вот эта вот дополнительность этих двух эпизодов мне не вполне ясно. Потому что, я не знаю, здесь, скорее всего, произошло некоторого рода замещение. И я думаю, что собаки, обнаруживающие в доме девушку, скорее всего, появляются из параллельного вот этого эпизода, где собаки естественны. У охотника, там, и так далее, под деревом, и так далее, и прочее. Все остальное выглядит довольно органично, хотя, ну, при некотором таком вот рациональном взгляде, который, вероятно, совершенно неуместен, тем не менее, в качестве исследовательского приема полезен, много разного рода странностей. Почему Стаска так упорно держится за то, что дом пуст? Почему она всегда приходит, всегда вот эта вот, так сказать, последовательность, это сначала пустой дом. Кто там живет, неизвестно. Иногда, скорее всего, в обгон ситуации сначала говорится про то, что этот дом разбойничий. Но вот это раскрытие карт, оно происходит крайне веком. Вообще, обычно всегда вот он пуст, и это интригует, непонятно в чем дело. Про то, что дом разбойничий, то, что это переработка, это, в общем, доказывает такая повесть, повесть, по-моему, 17 века, называется «Повесть о купце». Там использован этот эпизод, только там, может, это, значит, герой со своим слугой, таким помощником, универсальным помощником, верно, который во всем его спасает и помогает, они попадают в разбойничий дом. Так вот, разбойники видят, что к ним едут пупники и скрываются из дома, оставляя его пустым, значит, в какое-то постороннее строение. Вот, этот самый слуга, естественно, догадывается, и, в общем, спасает, вынуждая своего подопечного и господина ночевать в этом пустом доме. Что же не жутко, но, тем не менее, вот, как бы, так сказать, приходится. Про еду ничего не говорится. Сюжет явно, то есть, эпизод явно тот же самый. Но мы обнаружили в некотором роде морфологические возможности. Вот. Для расшифровки этого, значит, этого эпизода, я хочу обратиться немножко к другому материалу. Дело в том, что вот в прошлом году, когда мы были в экспедиции в Монголии, мы записали этот сюжет от человека дахатской национальности, такой субэдос на севере Монголии, немножко со стяжением около озера Хабсугул, монголизированные тюрки, южно-сибирские тюрки монголизированные. Ну вот, мы, значит, написали такой сюжет, когда этот самый, когда человек попал в подземный мир. Он провалился в яму. Он провалился в яму и оказался в каком-то, вы видите, там же, значит, дом. Ну, в юрку, собственно говоря, в понятиком условии. Вот. И когда он вошел в эту юрку, там никого нет. Он очень удивился, что никто его не приглашает и не угощает, ему никто не дает есть. Он, значит, это самое, как-то некоторое время так посидел, никто не появлялся, а потом появился ребенок, которого он удержал, потому что ребенок чуть ли не попал в огонь каким-то образом, и у ребенка немедленно всплукла рука в том месте, где он его удержал. Потом появились люди, как-то или возникли, и, в общем, они оказались, так сказать, здесь, и они его не видели. Он говорил им, они принимали его, значит, это самое, его речи за треск огня, они вызвали своего шамана, чувствуя, что у них есть незваный гость, здесь он присутствует. Шаман подземного мира выявил его и выдворил. Он его увидел и выдворил на поверхность на зарплату, так сказать, на этой саду. Это вообще очень интересный сюжет, который имеет почти общесибирское распространение и практически не встречается за пределом Сибири. Он бытует в довольно большом количестве вариантов и довольно редко. Вот тот случай, который мы записали, это когда он живет как самостоятельное повествование. Обычно это часть какого-то тоже повествования самого разного. Он, как бы сказать, жанрово не специфичен и жанрово не обусловлен. У него много есть, так сказать, разных категориц. Среди прочих мотивов там встречаются такие вещи, что, значит, ну, во-первых, его не видят. Во-вторых, он, значит, он голоден, этот визионер, который попадает вот на этот, на тот свет. А это тот свет, конечно, потому что это и определяется как страна мертвых, иногда открытая, иногда, так сказать, менее отчетливая, но тем не менее, она не всегда под землей, она бывает где-то в каком-то удалении, фактически это как бы даже просто кладбище, которое ночью вот оживает, как вот, как некое, так сказать, сиение такое. и он хочет есть. Он берет, в некоторых случаях, он берет еду, без спроса, потому что его не слышат. Он берет еду, и люди удивляются, куда девается еда. Отчасти, они по исчезающей еде понимают, что у них кто-то здесь есть. Там фигурирует запрет спать или наоборот, вот он тоже хочет спать. Его никто не приглашает спать. Он ложится. Но там это имеет разные оттенки, иногда это реализуется в таком сексуально-эротическом ключе, потому что он, значит, там просто заигрывает с какими-то тамошними барышнями, и это для них очень плохо, они сходят с ума, даже помирают, там и так далее, из-за чего приходится вызывать шамана и его начнут вызвлять. Он для них дух молитв. Интересно то, что в некоторых, не частых случаях, но тем не менее, вот это как в нашей карпатской легенде, он приходит туда, а он обнаруживает пустую. То есть мир этот по началу, вот, так сказать, в таком плане дизуально, что для него он кажется пустым. Потом обнаруживаются люди. Есть еще один сюжет, Кецкий, в котором тоже, он, правда, там это визионер с неба, который спускается на землю, а остальное все то же самое. То есть он не случайно падает, как случайно оказывает, он свалился, он тут, ходит по земле, свалился с той вещи, с той вещи никого нет. Сначала он ходит, ходит, никого нет, потом пустят, потом собаки за мной идут, потом, значит, люди появились, и дальше вот так сказать, оказывается. очень похоже на то, что и сама, так сказать, семантика цапрузии, которая происходит в этом эпизоде сказки, и вот эти, так сказать, эти мифологические компоненты этого предания, сибирского предания, находятся в отношении какой-то корреспонденции. Очень хочется предположить, что за этим эпизодом, эпизодом довольно компактно живущих внутри сказок, присутствует более архаическая семантика, и что, ну, как это и бывает в фольклоре, некоторые конфигурации обладают поразительной стойкостью, именно конфигуративной стойкостью, в то время как мотивировочные моменты, они повреждены последующими рационализациями, так сказать, уходом актуальной веры во что-то там и так далее. С этой точки зрения легко представить себе, что селение этого самого селения мертвецов, опасное, несомненно, и страшное, в котором существует вот этот вот взаимный визуальный барьер, причем он представлен именно в последовательности этого предания. Сначала он не видит их, потом они не видят его. Пробуем, что-то так. Почему-то, так сказать, мифологический сюжет подает это делать таким образом, что он осмысливается впоследствии как разбойную чередовую лису. То, что лес, конечно, практически по всей русской, не только русской, так сказать, сказке воспринимается как область, репрезентирующая потусторонний мир, это, так сказать, довольно достаточно универсально и достаточно понятно после массы работа, и тем, так включая, втроповские, исторические корни ваши высказки. Но не только. Вот. Еда. Внули мертвы, значит, вот эта исчезающая еда, по которой я познаю его, значит, в его присутствии. Вот. Лежание. Сон, не сон. Лежание в постели, по которой он тоже становится понятен, хотя вот этот самый, так сказать, момент эротический полностью здесь уходит. Вот. И наконец последнее то, что вот это самое родство, ее выкликают, ее, его, он как бы оказывается неким, ну, названным, названной сестрой, так сказать, она оказывается некое такое всем родство, что ли, родство такое вот по назначению, что ли, какого-то. Так вот, там существует довольно устойчивый мотив в этих сибирских сюжетах, про то, что их вот невольный, нечаянный визит, это, кстати, как я рекомендую, сложно подчеркнуть, что все эти самые сибирские герои, сибирских преданий, визионеры, они заблудились там, они туда не идут, не идут целенаправленно, они попадают туда случайно, вот шел, 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 попал на тот свет, ну, бывает, или, значит, это самое, или упал в какую-то колодец, или в какую-то яму, или в какую-то дыру, вот как они, в стране чудесные, сказать, очень похожи, вот такая ситуация, но попав туда и оказавшись там, они там либо встречают, либо находят, либо ожидают родственников, это прямо сказано, что они там нашли свою сестру, они там нашли своего, так сказать, там, а вот отец придет, там, и так далее, то есть наличие там родственников, оно как бы тоже вполне естественно и органично для этого сюжета. Вот. Собственно говоря, остается один вопрос, дающий возможности, в общем, дать указанной, предложенной, предложенным соответствием, предложенным паваллелем, какое-то убедительное историческое, я так вот, слуховое. Я уже говорил про то, что сюжет вот этот, это совершенно точно, он ограничивается Сибирью. он выходит в довольно уже деформированных формах кудмуртам, тоже деформированных формах казахам, тоже деформированных формах монголов на юге, на севере к эскимосам, на аляске, так сказать, какое-то индийское плечо, что-то боюсь, проявляет, какими мы будем называть, и все. В основном это, это якуты, это евенки, это буряты, это многоносадны, это сельгубы немножко и ненцы. В основном вот, ну, похоже, так, всегда хочется, когда речь идет о Сибири, всегда хочется думать, что либо проводящий, либо ядерной следой была тунгусская, поскольку тунгус есть как-то общий, вот, это тот этнос, который присутствует практически во всей Сибири, когда находятся контакты со всеми этими народами. Но это мало чего говорит, за пределами отчерченого круга его не существует. Сказка представлена в очень широком диапазоне в Евразии, вообще говоря, так сказать, ну, как обычно, это бывает с волшебными сказками, она, так сказать, она фигурирует, я не знаю, от Индии до Исландии, в общем, так сказать, это самое, далеко не в том районе, где, так сказать, где присутствует этот самый архаический сюжет. Таким образом, провести, ну, установить прямые связи, так скажем, вот обнаруженному умственному сюжету, который тоже зависит в общем-то в наше время, все эти сюжеты, все 20-е век, и сказок, так сказать, которые включают, в себя этот эпизод, скорее всего, не удается. Скорее всего, точка схода находится где-то в гораздо более глубокой архаике, и сибирский материал нам просто репрезентирует, ну, сохранение некоторого рода довольно интересный, очень интересный, очень оригинальный, понимаете, так далее, не просто в том, что вот есть такой эпизод, и его больше с пределами Сибири нет. Дело не только в этом. Там есть, интересно заключается в том, что в некотором роде открытие, которое этот сюжет, который этот сюжет дает, он утверждает, что если, некоторое логическое построение, если духи мертвых, приходящие сюда, к нам, невидимы, то мы невидимы там, когда мы приходим туда. Если духи мертвых, касаясь, так сказать, нас, становятся для нас духами болезни, то мы, придя туда, становимся духами болезни для них. Абсолютная, вот эта, так сказать, зеркальность, она не встречается больше нигде. Только вот в рамках этого сюжета, который это, в этом смысле, такое логическое открытие, концептуализировал, и вот, так сказать, сложился таким вот образом. Ну вот, пожалуй, что я вам рассказал. Спасибо. Жалсты, Патчану Владимировну вроде будет. А, да, нет, там, мне, я не могу сказать, вот, никогда не знаешь, где найдем, где потеряешь. Перед нами, передо мной, с вами, с вами Мария Вячеславовна, стояла такая задача, каким образом распределить программу тематически по названию доклада, если мы не знаем содержание, не спрашивая докладчиков. Почти справились, но, значит, ваш доклад должен был пойти вместе с докладом Василькова о таких мужских братствах, планово переходящих в братство собак и волков, у которых одна сестра, но это на древнем инфийском материале, опять-таки планово перешедшим в дикую охоту. татьяна Владимировна спросила, как насчет сказки о мертвой царевне и семье богатариев, которые являются литературным вариантом того, о чем вы говорите. Значит, вот этот мотив поделиться с братьями, они же собаки, они же волки и так далее. Вот у него есть корни и в древней Индии, но о более поздних таких германских я и не говорю. Теперь, русские сказки есть такие? Или вот только тот есть, да, Белевна? Есть, их не очень много, но они есть. Но заимствованные, да? Волшебные сказки заимствуют все. Вообще они были в общем одни астрологи выразили что это как степня пожара. Что никто не исключает никакой технологии, но тем не менее это так. Дело в том, есть хорошая статья Гурье в 30-м годах «Дом и Судар». Которые осматривали эту проблему, но, пожалуй, это перекрыто Пробовскими историческими корнями. Именно эта сторона делала именно проблема мужского дома, инициационного цикла, и постсентимовские парадигмы, в которых уже и и прокладным образом осматривает эту скажу. Я говорила о другой немножко стороне дела. Меня интересовала эта пустота, на самом деле за которой я думаю стоит вот эта очень важная мне кажется для исторической мифологии проблема мифологической обоюдной слепоты. Как она интерпретируется, концептуализируется и усюжетивается в дальнейшем. Потому что это было, судя по всему, у меня ощущение такое, что это было какой-то действительно очень большой архонический поворот. Да, да, да. Но я о поворотах и говорю. И кроме того, у нас вот такой стол человек на дереве. Остремление человека забраться на дереве там рыбы. Мне очень интересно то, что девушка не прячется на дереве, а она спит на дереве. То есть нет ли не естественно. Значит, это дерево заменяет лесной дом. То такое то же самое, только подник деревьев. Знаете, это кандидатский роман по-моему, на дереве. И это и разбирание. Это и разбирание. Есть ли еще короткие минуты, пожалуйста? У меня два вопроса. По Валеринскому народу, как по-моему, Валеринскому это Владимире, дофиксировано употребление такое название покойников русских, нескольких освостях. Наверное, это отражение может, именно что-то что-то ожидается. И второй вопрос с экскурсием. Вот с какого от Владом Петушке, как ясно виду, что Махан представитель, что она такая страшная отработка и депутат и с с и наоборот. Он попадает на поле брания, видит шелковый шотер, а в шотере девица выходит из шотера. Дом не пустой, а наоборот полный. Но она как-то и презентирует смерть и мир. и тоже она угощает, за стол сажает, угощает и прочее. И в конце конца она его и будет. И исчезает в то же время. Ну конечно. Вот интересно, чем это описано? Ну вы знаете, это с моей точки зрения, что это другая история, но дело в том запредельное. Девица во-первых хозяек своего шатра приходит туда, то есть это совершенно другая история. Это совсем другое. И она конечно если запредельная, да еще в шатре, да еще женщина в господин, все хорошего можно ожидать. Спасибо. Спасибо. Неследний в этой конференции я очень надеюсь вообще Иолан Забарская принес личность Владимира Николаевича Бабарова в глазах ритовских современных. Добрый день. Начну с того, что я в затруднительном положении и прошу относиться ко мне с исходителем. Потому что на таком высоком уровне академическом, на такой интересной, хорошей конференции высокого научного пилотажа мой доклад не научный. во-вторых, что мой русский язык тоже вызывает уже некоторые комплексы. Но я приехала сюда для того, чтобы рассказать вам, я хотела вам рассказать о том, как литовский народ, литовские ученые чтут память Владимира Николаевича Топорова. В институте литовского языка открылся музей языка, который, одна из функций которого предоставляет бальтистику, бальтистику во всем мире. И в следующем году с гордостью откроем там небольшую комнату памяти Владимира Николаевича Топорова. Должна сказать, что в музей буквально каждый день приходят экскурсии детей. В музее зачастили очень разные слои населения. Любят приходить дипломаты, которые приезжают в Литву и хотят ознакомиться с литванистикой, с языком, с бальтистикой. Даже приходил весь симфонический оркестр. И я думаю, что это действительно очень важно, что те люди, которые приходят, ознакомились с личностью, к которой литовские коллеги, литовский народ носится абсолютно с глубоким пиотетом. Это доказывает даже тот факт, что в нашей новой библиотеке, у нас новый институт, новое здание, мы создаем библиотеку буквально два года тому назад начали создавать свою личную библиотеку и в ней висит, мы выбрали портрет, который украшает стену нашей библиотеки, это портрет Владимира Николаевича. Но я вам хотела рассказать сегодня про книгу, которая увидит свет, я надеюсь, если все будет хорошо, в феврале месяце на большой международной книжной ярмарке в Вильюсе. Эта книга называется Владимир Николаевич Топоров и Литва. Топорова сыр и я тува. Книгу в составу профессора Соболяускас потом восключилась я, Дениус Розаускас. Эта книга воспоминаний в ней предоставлены воспоминания близких друзей, литовских друзей, литовских коллег Владимира Николаевича, его друга по астрантуре академика Витута Саможюлиса, его личного близкого друга академика Альберта Соболяускаса, другого личного очень близкого друга академика Зимна Зимняевича, его друга в Московском университете знаменитого литовского шестеролога профессора Добида Середеляевича, а также воспоминаний Альиза Саведугериса, конечно, профессора, который занимался диалектологией, особенно диалектологией литовских глобарах в Белоруссии и ездил на конференции, на экспедиции вместе с Владимиром Николаевичем, а также молодых ученых, которые видели раз или два, знают по работам, учеников, таких как сейчас уже профессор Ноле Лоренгене, Дарину Старозавсказа, молодого ученого, который подает очень большие надежды, Юргиса Пакериса. Он один раз в жизни видел Владимира Николаевича, но у него действительно очень интересные воспоминания и инвестиции о профессоре и его работах и многие другие. Также мы решили, что для того, чтобы в книге мы могли показать, книга, конечно, предназначена не научному клубу, а широкому клубу читателей, она будет иллюстрирована и много фотографий. Мы решили, что тоже туда, если позволит семья, мы бы хотели включить статьи, которые в разное время были опубликованы в Литве и которые не вошли в никакие опубликованные сборник. И не только статьи. Вот, например, мы думаем, что мы бы хотели включить, так как у нас есть материал речи Федора Николаевича, который он сказал, когда ему предназначили премию «Полтушайдес». Для нас есть пару интервью, немного. Есть также статьи, которые для нас здесь очень дорогие и важны. Это статья, где Владимир Николаевич очень строго говорит по поводу того, что Литва должна иметь свой государственный язык. Для нашего института, для лексикографов очень дорогая статья, которая вышла в 2002 году и которая просвещена выходу последнего 20-го тома большого литовского словаря. И некоторые научные статьи. Мы думаем, что это действительно поможет для общей картины такой величины, такого человека, которого мы хотим в своей книге представить общественности. Сегодня я хотела тоже вот почему я затрудняюсь говорить о Владимире Николаевиче в этой аудитории. Я его не знала речи. К сожалению, первый раз я увидела его на похоронах и говорить что-то, сказать что-то новое для вас, для его близких, для его коллег, учеников. Я думаю, что просто у меня нет такой возможности. И вот я решила посмотреть, так как работаю над воспоминаниями, да, еще просто не сказала, еще будут два диалога, которые я очень благодарна Марии Забьяловой и Татьяне Владимировне и Йозе Зубут Райдису за диалог, за они говорили о профессоре, я расшифровала, сейчас это переводится, это тоже будет в книге, для нас это очень важно, а также Архиде Злезайдес, это же по культуре в Ленинградской области, он тоже еще вот последний текст, которого мы ждем, он в 2000 году, в 1 января звонил Владимиру Николаевичу, они говорили час, и после этого он записал вот этот, это новый, очень желательный, очень трогательный материал, это тоже будет в книге. Но сегодня я хотела рассмотреть в таком аспекте, вот много воспоминаний, воспоминания очень разные, люди тоже друзья, ученики, и люди, которые видели в детстве Владимира Николаевича, в частности одна из вечерей Соболявска, Беруте, Павеловине Соболевской, вот что, есть ли какие знаки, как литовские коллеги, литовские современники видят, профессор, что, в первую очередь, какие знаки твой личности они выделяют. И действительно некоторые тенденции, некоторые есть такие вещи, которые есть буквально обо всех воспоминаниях. И я как-то пыталась их просто вот как-то выделить. Конечно, первое, то, что делало большое впечатление литовским современникам, это была величайшая эрудиция профессора. И естественно, очень большое впечатление делало, делали глубочайшее знание литовского языка, литовской культуры, литовской мифологии, литовской баклористики. Почти во всех воспоминаниях это очень интересно говорится о библиотеке Владимира Николаевича и о том, что литовские его друзья приехав в Москву получали книги, которые книги литовских же авторов, которые жили за рубежом в Америке, получали эти книги и могли ими пользоваться здесь, в Москве. В Вильнюсе эти книги были недоступны. Альга Дезавалявска вспоминает, что он впервые познакомился с трудами оттолога Вильдиса, читал статьи Сена, Арфа Дезавалявска и даже он впервые у профессора получил книгу, которая в дальнейшем стала настольной книгой всего литовского народа. Это очень тяжелая книга о ссылках. Книга Дали клинке Вичуте литовцы около моря Лаптевых. Сейчас эту книгу читают в Литве, должны прочитать буквально все, но в это время это действительно самая художественная и самая аутентичная книга про ссылку. И вот Айгеда Завалявска ее прочитал в Москве. Вторая вещь, вторая вот вторая интересная интересный аспект воспоминаний, это естественно у тех, которые молодые ученики, что появляется мысль, что Владимир Николаевич Топоров помог выбрать жизненный путь. И первый, тот, который про это говорит, наш, действительно, один из самых выдающихся литовцев, семиотик, поэт, историк литературы Томас «Они встретились в Эстонии на семинаре по семиотике». Он даже приводит такой смешной стишок про это в своих воспоминаниях. «Отовсюду по сударику собиралась в город Кияйку собирались идиотики толковать по семиотике». Вот они там встретились. Он пишет про то, что в это время он искал свой жизненный путь, он не хотел идти на поводу идеологии, он зарабатывал на переводах, так не особенно было на что жить, и вот там он решил, что семиотик это то, что ему и нужно и он описывает впечатления, которые у него произвел профессор Владимир Николаевич. Он туда поехал с журналистом, с подругой Натальей Трауберг и вот как им показалось первое впечатление, они уже знали, они просто увидели, для них это профессор показался архетипичным ученым. потом они про это говорили, Наталья Трауберг добавила, он чем-то напоминает Дарвина или Ньютона. Ниори Лулингене, профессор по флоклористике, тоже молодая, амбициозная, прочитала некоторые работы Попорова и Павлова и решила просто так покатить в Москву и встретиться, поговорить, может быть. Вот просто и обычно в таких случаях молодость это вдаётся, она приехала, тоже очень ярко описывает всё, как вышла из пояса, как поехала на метро, как профессор встретил её около метро, как открыла дверь жена профессора, и после этого она чётко для себя решила, что займётся элитовской металлогией. Из-за жены? Из-за жены. Вот вот эти две линии, они действительно в роде нюста разовского саях рассказывать не будем, это тоже так. Я думаю, что тоже профессор помогну очень твёрдо стать для тот который мы сейчас все видим. Вторая, это мы знаем, который тоже идёт красной линией воспоминания, это русский язык. Все баллы, естественно, для них это очень важно. И так или иначе в воспоминаниях это всегда упоминается. Витотас Мачурис говорит, что когда профессор наш нас покинул, остались сиротами не только все мы, наука, но и две сёстры политистикой и русистикой. Алина Соболявская пытается ответить на вопрос как почему профессор не закончил свою работу, сквозь лаварь. Он говорит, для него есть письма, в которых Владимир Николаевич жалуется на то, что его работа, сделанная работа очень всё время откладывается, появляются новые работы, там даже всё очень чётко додировано. Даже молодой Юргис Пагельис, который встречается с Владимиром Николаевичем, тоже спрашивает его про слова, про русский язык, и как ему, Антону, филологу кажутся, что в глазах Владимира Николаевича, когда он говорит про это, есть и тоска на эту тему, и прощание с тем. Что ещё, какие ещё знаки, прусский язык буквально во всех воспоминаниях, потом почти во всех его друзья, но и не только его ученики говорят про экспедиции. Литовским коллегам действительно было очень важно то, что он ехал с ними на экспедиции, что они там имели очень разные приключения, так как сталкивались с властями и спали на сеновале и там были какие-то совершенно страшные комары. Они были настолько страшные, что этих комаров очень подробно описывают и профессор варяускость и профессора Луиза Зведугерс, потому что буквально они там были совершенно искусственные, но не были бы языковеды языковедами, но между делом рассказывая про комаров, про экспедицию, языковеды конечно упоминали, что комары, комани, скорее всего это слова того же корня, и вот такая психологическая деталь она просвечивается. Есть еще один знак, один персонаж в этой книге, это меня действительно приятно удивило, и этот персонаж не что иное, а потрушающий нам. Профессор, кто я был, я китя, которая знала Владимира Николаевича, но не особенно близко, пишет про то, что она согласилась приехать в дом Балтрушайтыса на конференцию Юргиса Балтрушайтыса, она специалист по поэзии Юргиса Балтрушайтыса, имея тайную цель взять собой сына Юргиса Балтрушайтыса, для того, чтобы он хотя бы увидел Владимира Николаевича, а если повезет с ним и познакомился. Юргис Балтрушайтыс, и вот Юргис Балтрушайтыс пишет про то, что вот этот персонаж дом Балтрушайтыса был тем, который помог встретиться. Олег Газабаляускас вдруг он пишет, что вот в этом доме они виделись в последний раз. На конференции это было в 2000 году и вот после этого они уже не встречались. Есть интересные воспоминания знаменитого литовского поэта Марселлиуса Мартинайдс он также вынес на университете он был наш учитель преподавал фольклор и этмологию. Вот они с Гитисом Лукшесом создавали во время Отипель фильм про литовский фольклор. Он назывался «Сейчас и всегда» «Добарир и Сада». И вот как-то у них не получился этот фильм идеологизированный. Не получился этот фильм такой главный. Он был довольно глубокий, довольно неланхоличный. В нем действительно идентитета было больше, чем это нравилось властям того времени. И что делать? Что делать? Фильм запрещает. И вдруг решили, что может быть Владимир Николаевич поможет. Если он согласится сняться в этом фильме и прокомментировать некоторые особенности тольклора, некоторые особенности нашей технологии, нашего единения деда, тогда фильм пройдет. Действительно был очень хороший фильм, мы собирались его смотреть. Упально это было действительно объявление. И вот профессор тут соглашается. Никто не верил в это, потому что про его скромность естественно тоже все современники вспоминает. Но он согласился сниматься опять же в доме Болтрушадиса. Вот дом Болтрушадиса это тоже этот знак, который отличается в книге в воспоминаниях литовских современников. Пятый знак, личный знак семьи. современники говорят про плоту, красоту, интеллигентность и тихость в очень широком смысле слова, в мягкость семьи, жены и очень много говорят про дочерей. Но что осталось? Какие воспоминания? Ну конечно, так как это литовские современники, они конечно все буквально вспоминают, что Татьяна Владимировна с мужем ехала на экспедицию. Я должна сказать, могу сказать, что записочка литовская, которую вы написали в доме профессора Зинкявича с знаками ударения, она сохранена. Она есть. И вот профессор Зинкявич ее цитирует. вот то, что дальше я дочь перевела книгу «Балтийские языки», про это тоже упоминают все. Но профессор Соболяус вот он пишет как-то так такой даже и не эпизод, но пишет, что он обычно видит две маленькие деточки, одна еще в кроватке, а вторая стоит в старом политишке с таким кожаным старым поясочком во дворе, а рядом с ней ее няня, татарочка. Но ростом она почти же такая, как и он так и пишет Таня. Вот такие воспоминания и естественно, что акцентируется это все. Ну я надо тоже это скажу, так как Миля все равно вылет в свет. Это воспоминания профессора Синькевича он вот пишет, как-то Владимиру Николаевичу сначала не особенно нравился муж, Но после этого, как он выучил литовский язык, он стал самым любимым писателем. может быть это интерпретация, но тем не менее, что объединяет все эти воспоминания? Откуда вот такая вот любовь Владимира Николаевича? Я думаю, что в первую очередь от того, что он к литовскому относился с глубочайшим уважением, с любовью, вспоминанием, и вот это, вот то все, что я говорю, в этом как бы и просвечивается его отношение к языку и отношение современника к нему, потому что есть даже такие интересные детали, вот он пишет, профессор Синькевич пишет, когда он, вот что просто осталось в голове, что Владимир Николаевич приехал к нему, это было рано утро, и Синькевич сожжена Легина, в это время ее не было дома, и вот Синькевич пошел в магазин для того, чтобы купить завтрак для гостя, а Владимира Николаевича оставил со своей еще маленькой дочкой Леймуте, и вот он вспоминает, что он возвращается, и я должна заканчивать, он возвращается и Владимир Николаевич такая умная твоя ларита, она употребляет супин, а это уже такая древняя форма, она уже очень давно предупребилась, у нее уже не осталось, но для декачеса это ничего не, потому они вернулись летом из деревни, где-то было употребленное, и что вот ребенок употребляет, это вроде бы ничего, потом тоже из экспедиции, а Луиза Статугерис вспоминает, что вот они идут и литовский крестьянин их поздравление традиционное говорит, горберезовый крестьян и Владимир Николаевич отвечает по-ранжу самому, это редкость, это запало память. Какой вывод? Вывод для меня был потрясающий, во многих воспоминаний профессор Владимир Николаевич современники говорят, называют его святым, они что-то действительно был святой человек, про это говорит Витугерис про это говорит Аблида Сабеляуска Вот просто я на этом не хотела закончить. Спасибо. Как бы и святого дальше, кажется, некуда идти, но все равно спасибо. Я очень бы хотела предоставить слово Ирина Николаевна. Спасибо. Меня хотелось бы от имени семьи Владимира Николаевича, от имени родных, поблагодарить от всей души присутствующих и принимающих участия в интерьерах и в чтениях посвященных памяти Владимира Николаевна. Владимира Николаевича уже пересадку говорилось о скромности Владимира Николаевича. Он действительно был очень скромный человек. И, наверное, он был посмущен таким вниманием к его персоне, но думаю, что был бы и доволен. Очень хотелось бы поблагодарить за все культурного отташей летовской республики Йозеса Бутрайтиса, который в течение нескольких лет устраивал эти конференции, предоставляя дом Бутрушатиса, который действительно имел для Владимира Николаевича очень большое значение. Владимир Николаевич был человек не светский, но дом Бутрушатиса он всегда хотел с большим удовольствием. Ему это нравилось. И Йозес Бутрушатис говорил о том, что у Владимира Николаевича был свой уголок, и что он всегда тут тихонько сидел, слушал, что-то говорил. И для Владимира Николаевича этот дом имел очень большое значение. И, конечно, хотелось бы поблагодарить Татьяну Владимировну Цыгьян и Марию Вячеславу Завьяловну, благодаря титаническим трудам которых в течение вот уже нескольких лет происходит это течение военцем Владимира Николаевича. И, помимо того, поблагодарить за их такую работу самоотверженно по разборке архива Владимира Николаевича. Большой патронов и всем большое спасибо. Есть среди нас один человек, который в любой конференции я замечала, что как-то очень удачно на ходу резюмирует суть конференции и набрасывает дальнейшие масты на следующее. И, поскольку попоровские чтения продолжающиеся, и это очень приятно, слово Татьяне Владимировне Цириан. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я уже не знаю, что мне благодарнее отсюда как раз благодарить или просить прощения. Ну, действительно, спасибо домову дружайсице, спасибо всем энтузиастам, которые приезжают на эти чтения. И я должна сказать, что их особенность, которые индуцированы личностью Владимира Николаевича, заключаются в том, что можно говорить на любые темы. И только на этой конференции. Это как-то чудесным образом получается, но если не гармонично, то для всех интересно. И обычно сменяются слушатели. Я заметила, что на Топоровских чтениях в общем они остаются теми же самыми. Что странно, потому что чтение заставляет слушать чистую лингвистику, фольклористику, мифологию, литературу, ведение без ограничения тем. И вот все это оказывается интересно благодаря им и же архива. Ирина Николаевна, я еще хочу сказать, что тут Армен Григорян, который такой был основной разборщик архива, и нет Анатолия Бернштейна, который тоже с нами в течение этого года все это разбирала. Спасибо. Анатолия по сравнению с Дома с Латушей, и по сравнению с Литвой Латвия никак не может похвалиться столькими вещами. одна вещь, я не знаю, видишь ли это или что-то более, есть на стене филологического факультета есть граффити Татьяна Елизаренкова и Владимира Николаевича Парлова, которые они по приезде в Ригу я попросила оставить. Так что в Риге тоже сейчас птица этого единства. Надеюсь на следующие такие же интересные конференции. Спасибо.